Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с вашей проблемой. Во-первых, в данном контексте вы говорите о том, что два с половиной года встречались с мужчиной, с русским мужчиной из Германии. Значит, вы с ним познакомились, я так понимаю, по интернету, да, и, собственно, именно по интернету вы с ним сблизились. Опять же, вобрать меня под халст, если я здесь ошибаюсь. Значит, вы очень долгое время жили в ощущении, что это ваш человек, в ощущении, что это прям вот он ваш и все. У вас было ощущение предназначенности этого человека для вас. И здесь я хотел бы сказать первое, что вот имела место быть некоторая, на мой взгляд, идеализация мужчины. То есть вы изначально его идеализировали и изначально, возможно, как-то вот видели его совсем не так, как он был на самом деле. Далее. Далее ситуация заключается в том, что, значит, вы пишете, что он стал вести себя немножко по-другому, да, значит, просто просил время подождать, и это все тянулось, 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 а потом вы его просто-напросто обидели. Ну, как вот, как вот вы говорите, что вы его обидели. И, соответственно, после этого вы сами же еще и извинялись перед ним за то, что у вас так поступили. Знаете, в чем дело? Проблема не в мужчинах, а проблема в вас. И в том, чего вы желали от него сами. В том, чего вы хотели от него сами. Проблема в том, что вы не видели человека таким, какой он есть. Вы были увлечены своими собственными желаниями. Мужчина вас, скорее всего, не предавал. Мужчина уже давно, он давно уже не был с вами. Мужчина уже давно живет и жил своей жизнью. Вы не жили своей жизнью. И вот в этом основная ваша проблема. Что вы своей жизнью не жили. Вместо того, чтобы заниматься собой. Вместо того, чтобы заниматься своей судьбой, устраивать свою жизнь. Вы, вместо этого, значит, целиком и полностью жили им. Мужчины. И отсюда, конечно же, возникает подобная ситуация, когда у него вроде бы есть уже и что-то свое. У него вроде бы есть какие-то свои увлечения, предпочтения. Он начал двигаться дальше, а вы нет. Вы дальше не двигаетесь. И из-за этого, из-за того, что вы дальше не двигаетесь, и возникло то, что с вами сейчас происходит. Вы остались одна, по сути дела, без него, без мужчины. И, естественно, вам очень тяжело теперь. Потому что вы поняли, что остались одна без него. Возникает вопрос. А как так получилось, как так получилось, что вы столь сильно в мужчине створились? Даже если он действительно, ну, скажем, даже если он действительно тот, кто вам предназначен. даже если он действительно тот, с кем вы, например, там, могли быть вместе. Даже если этот человек действительно ваш, ваш человек, то все равно, как можно было, было вот так сильно в нем, условно говоря, растворяться? Как можно было так сильно ставить в зависимость себя от него? И вот я бы хотел, чтобы вы постарались ответить себе на этот вопрос. Какие потребности ваши, какие желания ваши, какие ощущения ваши ушли вместе с ним? Если вы действительно его любите, то для вас самое главное это то, чтобы у мужчины, у мужчины, да, было все хорошо. Чтобы мужчина был, грубо говоря, счастлив. Но в вашем случае ситуация такова, что вы не можете, вы не можете принять тот факт, что он более счастливее без вас. А это значит, что вы его любите, конечно же, но любовью не совсем чистой, вы любите его больше любовью такой. Ну, знаете, помимо любви у вас просто есть еще и вот это вот такое желание, стремление, стремление, скажем, ну, что-либо от него получить, да, понимаете, о чем мне говорить? И вот этот момент, он, в принципе, довольно серьезный. Потому что если вы нуждаетесь в человеке чересчур сильно, то волей-неволей вы получаете, ну, по итогам, по итогам вы получаете вот то, что у вас сейчас происходит. Видите ли, мужчина, вот он в силу, в силу, скажем так, своих особенностей, я подчеркиваю, чтобы вы поняли правильно, именно в силу своих особенностей, мужчина не может признать, что у него с вами все закончилось. Для мужчины это означало бы тот факт, что он проиграл, а признать свой проигрыш для него это очень тяжело. Ну, как, в принципе, и для любого мужчины. Вы спрашиваете, то есть говорите, что я не знаю, что мне вообще делать в этой ситуации, как мне вообще себя вести и так далее. Вот. Значит, вам в этой ситуации нужно, во-первых, никого не ждать. Потому что отношения, в которых люди кого-то ждут, они никогда ничем хорошим не заканчиваются. Чтобы вы знали, если бы мужчина хотел быть с вами, он бы с вами уже был. Но он позволил себе, во-первых, значит, скорее всего, вам изменить. Я хотел бы, чтобы вы этот момент для себя поняли совершенно однозначно, что мужчина позволил себе вам изменить. И то, что он сделал, это означает, что этот человек все-таки не ваш. Этот человек все-таки, который не оказался достаточно сильным для того, чтобы вместе с вами переживать те, ну, скажем, трудности, да, которые выпали на вашу жизнь. Он просто оказался недостаточно сильным для этого. И в этом нет ничего необычного. Просто вы чересчур в этом человеке растворились. Вам нужно вновь думать о том, чтобы жить для себя, жить собой. И что самое главное, чтобы вы подумали как следует, что мужчина вам давал. Вот просто, что он вам даже давал. Какие потребности вы с ним удовлетворяли. Какие потребности вы с ним реализовывали. Свои я имею в виду. Вот об этом вам и нужно как следует поразмыслить. Потому что это очень важный момент. Это именно важный момент по той причине, что вы чересчур слишком сильно от него зависите. А зависимость, любая зависимость, это не свобода. Вот я хотел бы, чтобы данный аспект вы поняли для себя мой на лучшее. Значит, как мне справиться с этим чувством, что наши пути пересекутся? Значит, это уже ваши вопросы идут. Сейчас. Во-первых, наши пути пересекутся – это просто слова, которые мужчина вам сказал без всяких дел. По сути, это защитный механизм такой, который призван, значит, защищать человека от острого ощущения пройвица. И поэтому данные слова не стоит воспринимать всерьез. То, что вам бы хотелось, например, чтобы ваши пути пересеклись, ну вот именно вам бы хотелось, чтобы так произошло. Я понимаю, но и вы постарайтесь тоже понять, что это ваше желание, ваша потребность, но она, грубо говоря, не разделяется мужчиной. Совершенно никак. Потому что у него явно есть, ну, свои определенные предпочтения. То есть за этими словами еще раз ничего не стоит. Совершенно ничего. Нельзя объективно, нельзя надеяться на то, что когда-нибудь ваши пути пересекутся. Кроме того, кроме того, насколько вы растворились в человеке, насколько вы вот забыли себя, что вы, по сути дела, готовы принять тот факт, что мужчина вам, по сути, изменяет. Он вам именно и изменяет с этой девочкой вот другой и так далее. То есть подумайте об этом. Постарайтесь подумать именно о том, что вы, ну, фактически, фактически, вы себя, ну, предаете. Вот, сейчас. И подумайте о том, стоит ли мужчина вот того, значит, чтобы вы ради него теряли-стеряли себя. Это, на самом деле, очень важный момент. Далее. Вы спрашиваете, значит, как не чувствовать себя преданным, да, значит, как не ждать его. Подумайте, для чего вы его ждете. Вот для чего именно вы его ожидаете. Конкретно вы. Что вам нужно? От него. Вот все, что вам нужно от него, он и... Вот все, что нужно от вас, например, мужчина, получается, сам, да, от других женщин, от жизни и так далее. А вы, вы почему-то ждете его и именно от него хотите это получить. Вот подумайте, почему, чтобы его не ждать, вам нужно по сути дела. Просто-напросто больше заниматься именно собой. Определить для себя потребности и реализовать эти потребности, значит, самостоятельно, именно в обход, так сказать, мужчины. Определить для себя, например, почему вы на расстоянии с ним познакомились, почему вы вообще вступили в эти отношения на расстоянии. Вас что-то толкнуло на расстоянии. Вопрос, чтобы вы это сделали. Вот и вопрос, что именно толкнуло и почему. Это очень все важные вопросы, на которые нужно вам ответить. Далее, значит, как я говорится, я чувствую понимание его тяжелых обстоятельств и внутренних и внешних проблем от того, чтобы испытывать злость за предательство. Уважаемый клиент, значит, Арина, попросите, уверены ли вы, что факт вообще предательства как таковой был? Мужчина действовал в соответствии со своими интересами. Когда ему хотелось быть с вами, он был с вами. Когда он понял, что это через чур забрало, он моментально, так сказать, переметнулся на другую-другую сторону как бы. Так было ли предательство? Вот о чем я хотел бы, чтобы вы подумали. Было ли предательство как таковое? Потому что, видите ли, то, что вы считали, что ваш человек не поступит так, это еще не значит, что он действительно так поступить не может. Понимаете, предательство – это когда человек действительно, знаете, дорожил, например, вами, и дорожа вами совершил некое плохое, скажем так, действие, да, то есть как-то вас обманывал. Например, изменить. Но он по-прежнему с вами, по-прежнему хочет быть с вами, он понял в результате этой ошибки, что, например, вы ему нужны, допустим, и так далее. Ага, что получилось? По факту. А по факту получилось так, что человек не только не понял, человек не только не осознал, что хочет быть слабым, он понял, в общем-то, что ему понравилось. Ему понравилось вот это вот ощущение свободы. Так разве это предательство? Нет? Это просто интересы человека. Да, они, эти интересы, безусловно, идут в разрез с вашими. Это правда. Это действительно так и есть. Но простите, если интересы идут в разрез с вашими, то это еще далеко не всегда отношает предательство. Вот об этом я хотел бы, чтобы вы тоже подумали. Да, вы потеряли, может быть, что-то для себя, но это не позволяет говорить о том, что человек вас именно предал. Далее, почему вы чувствуете, что понимаете его жизненные обстоятельства, тяжелые, вместо того, чтобы испытывать, как вы сказали, значит, злость на него. Почему вы испытываетесь понимание. Опять же, как работает защитный механизм вашей психики? Именно защитный механизм вашей психики допускает вариант того, что вы можете все еще, значит, быть вместе. И если так, если так, то это совершенно, ну, по сути дела, не объективно, то, что вы их говорите. Это совершенно не привязано к реальному миру. То есть, вы специально постараетесь его понять подсознательно, чтобы оставить для него лазейку для возвращения к вам. Вот и все. А почему? А потому что только он, по вашему мнению, может удовлетворить ваши потребности. Вот и все. То здесь вся та же, те же желания. Как избавиться от навязчивых мыслей, мыслей не чувствовать себя преданным? Значит, как не чувствовать себя преданным, я уже сказал, нам это нужно осознать, что образ человека, который представляли вы и реальный человек, у вас слишком сильно различается. Как избавиться от навязчивых мыслей? Вот от навязчивых мыслей избавляться нужно пониманием своих пожеланий и, по сути дела, я бы сказал, адаптации, именно адаптации к новым реалиям и их удовлетворениям. То есть, если до этого вы свои потребности удовлетворяли одним путем, то теперь вам нужно удовлетворять свои желания другим путем. И поскольку вы этого не делали уже очень давно и привыкли вы к тому, что только вот, что вы с мужчиной свои желания удовлетворяете, ну, в основном, то, соответственно, вам, конечно, по началу будет тяжело. Трудно и непривычно. Но со временем, если вы действительно захотите избавиться от зависимости от мужчины, со временем вы привыкнете. И постепенно вы адаптируетесь к новым условиям, к новым реалиям вашей жизни. И для вас уже другой способ, который вы выберете, будет куда более приемлемым, чем тот, что вы используете сейчас. То есть, новейшие мысли – это просто дело желания. Вот. Это конфликт, как бы. Это как бы конфликт того, что вы хотите и того, что вы не можете достичь. Ну и, соответственно, нужно просто-напросто поменять здесь алгоритм достижения своих желаний. Значит, признать это и идти дальше без надежды на его возвращение. Да. Именно так. Вам не нужно надежды на его возвращение, потому что он не возвратится, потому что он уже довольно-таки давно не был с вами. А то, что вы думали и продолжаете думать, что он с вами – это, к сожалению, иллюзия. И опять же, опять же, вы поймите, что дальше если предположить, что он вернется к вам, то вопрос – примите ли вы его, примите ли вы такого ненадежного человека к себе? поставите ли вы в зависимости от него свою жизнь? Вот о чем я бы рекомендовал вам подумать. А надежды на его возвращение – тоже очень интересный момент. Надежды на его возвращение у вас всем продиктованы. Почему вы хотите, чтобы он вернулся? Если вы его любите, то это не важно, с вами он или нет. Почему вы хотите, чтобы он вернулся? Что такое надежда? Надежда – это желание. Так вот, разбейте, разбейте свое ощущение надежды на желание. И каждый из этих желаний старайтесь реализоваться самостоятельно. И тогда, именно тогда, надежда уйдет. Потому что человек, который сам добивается того, что он хочет самостоятельно, напрямую, он ненадежда просто берет и получает, берет и делает. И совершенно отдельным пунктом я бы хотел выделить то, что вы поднакомились с мужчиной, по сути дела, по интернету. Сообщались с ним дистанционно. Вот чем это продиктовано? Потому что это очень важный момент. Вполне вероятно, что именно то, что сподвигло вас на такое общение с человеком, и определяет то, как вы себя с ним ведете сейчас, далее, далее. Но с этим надо разбираться. Вряд ли вот так вот, после одного ответа, у вас исчернет проблема. Нет, с ней нужно работать. И если вы хотите действительно освободиться, то выбирайте эксперта на нашем ресурсе и начинайте с ним консультироваться. В процессе консультации у вас будут происходить изменения, которые помогут вам жить свободной жизнью. Ну а на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова